МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По программе «Активное благолетие» для старшего поколения. Это, конечно, место, которое заражает энергией, которое дает жизненные силы. И это дополнительный плюс как раз для старших поколений, для наших ветеранов. И это, конечно, очень хорошая практика. Я вижу, как люди здесь отдыхают. Они совершенно другие лица, такие светлые сразу становятся. Все им интересно. Я чувствую у них такое состояние души и тела, оно отдыхает здесь. А самое главное – и общение в том числе. Это очень важно на сегодняшний день. Общение действительно важно для старшего поколения. В зале – жители Голицына, Одинцова, Старого городка и других поселений округа. Всего около 40 гостей. Конечно, в первую очередь, это те, кто пожелал приехать. Мы, как и всегда, на наши мероприятия рассказываем всем, что они будут в преддверии. И все, кто желает, могут прийти. Данное мероприятие проходит сегодня второй день. Вчера у нас была делегация, и сегодня. За два дня праздничную программу, посвященную Дню Победы, посетили порядка 90 человек. Зрители не скрывали эмоций. Я очень довольна, очень счастлива, что я увидела ветерану. Был хороший очень концерт. Поздравили нас с праздником. Большие, самые очень впечатления. Как говорится, я получила огромное-огромное удовольствие и заряд сил дожить до 90-летия Великой Победы. Именно к такому эффекту и стремились артисты театра. Заряд позитива и стремление жить передала гостям и показанная сказка «Жил-был солдат». Спектакль появился в этом году. Его подготовили для детей на Масленицу. Но он так полюбился, что актеры решили оставить его в своем репертуаре и представили на суд старшего поколения зрителей. Я очень рада, что сегодня этим замечательным нашим людям, гостям, им понравилось. И что самое главное, что они сегодня себя ощутили настоящими детьми. Побывали в детстве и побывали в сказке. А завершился праздник совместным исполнением русской народной песни «Валенки» в современной аранжировке. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ «Люба»